Хорошо, я только что говорил Ларисе со мной, что вспоминаю стихотворение Кавабата, где он пишет «Хочу стать деревом, сосной, красивым, на утесе, чтобы любоваться морским видом и так застать». Вот я тоже хочу так, как Кавабата. Но только приходится, к сожалению, суетиться и преподавать. И состояние апатии и прострации, в котором я пребывал несколько дней, нужно завершать. И говорю, хочешь не хочешь, а в третье тысячелетие нужно переползать. Я вам желаю счастливого третьего тысячелетия. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы Новый год и новые тысячелетия были для вас удачными. Во всяком случае, гораздо более удачными, чем предыдущие столетия. В любом случае. Или, по крайней мере, не хуже. А теперь вернемся к нашим барашкам. Нам осталось, собственно, несколько тем. И сегодня, собственно, Теня, Зимель, Гюргейм Паретто и Вебер. Это, так сказать, тоже нужно такой совершить марш-бросок. По этим персонажам, каждый из которых из этого списка заслуживает, конечно, длительного курса. Но делать нечего. В любом случае, наши эти занятия можно рассматривать только как своего рода призыв к тому, чтобы вы постоянно сами обращались к творчеству этих классиков. И не более того. Ну и сегодня наша тема Теннис и Зимель. Точнее, это две темы, объединенные в одну. И объединенные некой такой, что ли, линией сюжетной, которая состоит в том, что этих классиков объединяет формально-аналитическая ориентация среди всего прочего. И хотя творчество этих социологов никоим образом, я оговариваюсь, это достаточно акцентированно, не может сводиться к формально-аналитической ориентации в социологии, которую они, инициаторами которой в значительной мере они были. Тем не менее, я именно на этом основании их и объединяю. Хотя, повторяю, что каждый из них, конечно, заслуживает отдельный, долгого очень разговора. Это ясно само собой. И еще одна оговорка. Я не являюсь, конечно же, специалистом ни по Теннису, ни по Зимелю. У нас есть такие специалисты, вот, теннисологи, так сказать, и Зимелеведы, такие, как Александр Малинкин, Александр Филиппов, наши знатоки творчества этих авторов. И, по идее, было бы, конечно, гораздо лучше, если бы вместо меня здесь сегодня сидел кто-нибудь из них, или они оба. Но, к сожалению, из-за вот одного, там, двух раз их призывать, этих занятых людей, решили этого не делать. И поэтому я сегодня здесь перед вами закрываю амбразуру под названием «Теннис». Две амбразуры под названием «Теннис и Зимель». Ну, некий, у меня, конечно, есть свое представление об этих авторах, и на основании того, что я читал, с этим я вас и познакомлю. Хотя это, ну, не могу сказать, что этот взгляд, он отличается какой-то особой глубиной или оригинальностью, в значительной мере это базируется на известных источниках. Хотя некоторые свои точки зрения я тоже выскажу. Но, скорее, это и извне проблематики, чем изнутри, так сказать. Ну, все оговорки, считаем, закончены. И я, значит, еще раз повторю, тема наша становления формально-аналитической ориентации в социологии Фердинанд Теннис и Георг Зимель. Вот большинство тех теорий, о которых мы говорили до сих пор, если не считать некоторых представителей психологического направления, большинство было сосредоточено на проблемах исторического развития обществ, обществ, которые... и это развитие нередко отождествлялось с развитием человечества, о чем я говорил раньше. Часто это развитие интерпретировалось в эволюционистском духе. То есть интерпретировалось таким образом, что все общества так или иначе проходят в своем развитии одни и те же фазы и движутся из некоего одного пункта к некоему другому, уже известному пункту. Часто эта трактовка носила редукционистский характер, то есть развитие общества редуцировалось, сводилось либо к каким-то внесоциальным закономерностям и факторам, будь то в биологических интерпретациях, в географической школе, в механицистских моделях, о которых мы не говорили, но которые тоже существовали, в психологизме, в том же, о котором мы говорили в прошлый раз. Либо это была редукция к какому-то внутрисоциологическому фактору, то есть к одной из сфер социальной жизни, которая провозглашалась главной, будь то экономический детерминизм, экономический редукционизм, технологический редукционизм, религиозный редукционизм и так далее. Но вот наряду, а также и на смену вот таким подходам приходят теории, в которых стремление охватить весь процесс социальной эволюции и в пространственном, и во временном отношениях уступает место другому стремлению, а именно представить социальные механизмы общества, группы в виде определенного систематизированного набора понятий, постулатов, типологии, классификаций, которые бы вот в таком систематизированном виде давали формализованное описание и объяснение общества и его подсистем. Проблемы исторического развития, проблемы социальной эволюции, проблемы социальной динамики, прогресса, вообще отходят в этих интерпретациях на второй план, и они как бы и не существуют. Более того, социологи нередко в такого рода ориентациях отказываются вообще от утверждений и от выводов, касающихся того, какие типы социальные существовали раньше, какие позже, какие выше, какие ниже на эволюционной лестнице и так далее. Таким образом, эволюционизм становится все менее популярным в научном сообществе и вместе с тем отказ от таких эволюционных схем, он становится как бы одной из гарантий научной объективности и отделение научной деятельности от всякого рода оценок, от политических, политической деятельности и так далее. Формализация социологического знания становится одним из средств достижения научности и объективности, так чтобы, то есть, с помощью формализации социальных реалий стремятся обеспечить достижение социологической истины. Собственно, элементы формализации мы находим ведь уже у Спенсера, когда мы с вами вспомним его понятие однородность, разнородность, дифференциация, интеграция или его типологию обществ воинственных и индустриальных, то мы увидим, что уже у Спенсера с помощью апелляции к биологическим моделям он часто тоже стремится дать формализованное описание социальных процессов. Но в наиболее сильное выражение, что ли, эта формально-аналитическая ориентация нашла в творчестве Фердинанда Тёниса и Георга Зиммеля. Интересно, кстати, что вот приверженцами такой формально-аналитической ориентации становятся представители самых разных философских направлений. Здесь мы встречаем и натуралистов, вот вроде Спенсера того же, и неокантианцев, и антипозитивистов и так далее. Итак, обратимся вначале к Фердинанду Тёнису. Года его жизни 1855-1936. И я должен обратить ваше внимание на то, что до сих пор, вообще говоря, тексты Тёниса почти не были переведены и были недоступны нашему читателю, если не считать маленького кусочка в хрестоматии 26-го, по-моему, года под редакцией Зомберта, которая когда-то была издана у нас, и там буквально несколько страничек было из Тёниса, плюс еще в одной хрестоматии, вышедшей в последние годы. Но вот один из номеров социологического журнала, я не могу точно назвать, вышедшей года два назад, содержит довольно большую подборку материалов и Тёниса, и о Тёнисе. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что это существует. В частности, там есть статья Тёниса из известного социологического словаря под редакцией Альфреда Фирканта, в которой Тёнис сам излагает основные положения своей теории. Обратите внимание, плюс есть несколько работ о нем, я не могу точно назвать номер, но вы легко найдете этот номер, социологический журнал, он, наверное, и продается здесь тоже. Тёнис с 1881 года и почти до конца жизни работал в Кельском университете. И он был одним из родоначальников немецкой социологии вообще, и в институциональном смысле, и в теоретическом, и в эмпирическом. Он был одним из основателей, первым президентом немецкого социологического общества, возглавлял его много лет. А ну а когда фашисты, нацисты пришли к власти, Тёнис был мужественным человеком, антифашистом, в отличие от некоторых интеллектуалов, вроде Хайдегера, которые, в общем, прикрывали всякими философскими изысками, часто обыкновенную трусость. То есть он, Тёнис был человеком мужественным, повторяю, и он подал в отставку и не скрывал своих антинацистских настроений, и хотя он оставался на свободе, тем не менее своих антинацистских взглядов не скрывал, хотя не эмигрировал. Но отошел от академической деятельности, подал в отставку и с нацистским режимом никогда не сотрудничал. Я это подчеркиваю потому, что среди некоторых коллег можно встретить такую подспудную мысль, неявно присутствующую, что если человек подонок, то он тонкий и мыслительный, и наоборот, особенно это немцы касается. А и наоборот, этот, мол, человек он хороший, но социолог, мол, не очень интересный. Это большая ошибка, потому что на самом деле здесь нет такой связи, и хотя нельзя сказать однозначно, может быть, что гений и злодейство несовместимы, но уж во всяком случае то, что злодейство предполагает гениальность, это уж никто никогда не доказал и не докажет. Скорее все-таки первое положение верно. Надо сказать, что Теннис, в отличие от других представителей немецкой социологии, которые резко противопоставляли науке о природе и науке о культуре, Теннис, в общем, исходил из того, что науке о человеке, в принципе, не должны и не могут отличаться от естественных наук, поэтому ему была присуща такая, условно говоря, позитивистско-натуралистическая ориентация в социологии. Он испытал существенное влияние Гоббса и его рационализма. Вообще, опять-таки, что не очень типично для немецкой традиции, Теннис был непоколебимым рационалистом, последователем Гоббса и Спинозы. Вообще, европейская философия 17 века была ему близка, и его работа о Гоббсе до сих пор остается классической. Помимо прочих влияний, он испытал влияние этнографических трудов Льюиса Моргана, американского известного этнографа, этнолога, антрополога, и Иоганна Бахоффена, тоже известного этнографа, который оказал определенное влияние на труды Маркса и Энгельса, и Морган, и Бахоффен. Энгельс, в частности, использует труды этих обоих авторов в своей известной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Определенное влияние на Тёниса оказал и Маркс, и он находился в переписке с Энгельсом. Самая знаменитая работа Тёниса была написана на заре его научной карьеры в 81-м году, и опубликована она была в 87-м году. И хотя он много чего еще создал в социологии, но в историю социологии, как это бывает иногда и в искусстве, и в художественной литературе, судьба так распоряжается, что человек может всю жизнь работать, но в историю входит какой-то одной работой. Так получилось и с этой первой, самой знаменитой его работой, и называется она «Община и общество», или как ее часто, на так-то не переводя, называют «гемайншафт» и «гизельшафт». То есть, надо сказать, что этот термин «гемайншафт» существует в дискуссии о том, как его переводить. Некоторые говорят, переводят как «общность», некоторые как «сообщество» и «общество». Ну, а «община» существует давно такой. Мне лично кажется, не потому что я там разбираюсь в немецком языке, а потому что мне кажется, что термин «община» имеет гораздо более фундаментальный смысл, чем это представляют себе некоторые, и уж мне кажется, он наиболее удачным, тем не менее. Термин «общность» — это вообще я отношусь к нему резко отрицательно, но это мое мнение личное. Многие коллеги со мной не согласятся. Сообщество и общество — это тоже топорно выглядит и не очень здорово, не говоря уже о том, что прилагательное образовывать, а в случае интерпретации Тёниса приходится это делать. Прилагательное образовывать от термина «сообщество» весьма неловко и говорить «сообщественные» и «общественные» отношения. А у Тёниса такое встречается, получается не очень здорово. Ну и так далее. В общем, я думаю, что «община» — это оптимум, но, повторяю, это моя собственная точка зрения, и со мной многие коллеги не согласятся. Итак, в названии этой работы «община и общество» собственно и отразились два основных понятия Тёниса, которые он рассматривает в тесной взаимосвязи, в сопоставлении и противопоставлении. Вот эти два понятия «община» и «общество» по Тёнису выражают два типа социальных связей — «общинных» и «общественных». Общинные вот эти геманшафтлихи, общинные отношения основаны на эмоциях, на душевных привязанностях, на общем языке. И, в принципе, они делятся на родственные, туда входят, родовые отношения, прежде всего, кровнородственные. Затем сюда входят в эти общинные отношения соседство, понимаемое очень широко. Сюда входят все виды совместного проживания людей, и семья сюда входит в той мере, в какой она предполагает, опять-таки, совместное проживание. Это могут быть и соседи в собственном смысле, в городе или в деревне. В общем, все формы совместного проживания. И, наконец, третье — это отношения дружбы, тоже понимаемые очень широко. Дружественные отношения, которые включают в себя все формы духовной близости, как можно сказать. Сюда входит и общность религии, и общность мировоззрения, и тому подобное. Другой тип отношений, общественные отношения, основаны на рациональном обмене. На рациональном обмене. При этом стремление участников в этих отношениях могут быть направлены в различные или даже противоположные стороны. Вот эти общественные отношения существуют благодаря сознательному решению участников социальных процессов, сознательному решению индивидов, иногда даже чуждых друг к другу, или даже враждебно настроенных по отношению друг к другу. И все же отношения общинного типа носят такой первичный характер, и даже отношения общественные, вот эти второго типа, должны все же опираться на отношения общинного типа для того, чтобы все общество имело место. Иначе оно просто не сформируется. В качестве субъектов вот таких общественных отношений, отношений второго типа, выступают не только индивиды, но и группы, большие сообщества, большие социальные группы, и государства, и все эти, деятельность всех этих субъектов основана на рациональном компоненте человеческой природы. В общине потеннису социальное целое предшествует частям, а в обществе социальное целое равно совокупности частей, то есть индивидов. Первый тип социальных связей по теннису носит органический характер, а второй тип механический характер. Он так квалифицирует этот тип связей, эти типы связей социальных. Эти два социальных типа, два типа социальных отношений в конечном счете потеннису основываются на двух типах воли. Одно он называет волею сущностной волей, в Эзенвилле. Воля сущности или воля целого. Она носит такой квазиинстинктивный характер. Эта воля определяет все, даже самые незначительные стороны социального поведения. это сущностная воля. Воля сущности. И второй тип воли определяющий, а второй тип социальных отношений базируется на так называемой избирательной или произвольной воле, если можно так выразиться. Целенаправленной воле. Кюрвилле. В этой воле происходит ослабление воли целого. И эта воля целого дробится на множество отдельных воль, которые механически соединяются в социальные целые. Вот это дихотомия Гемайшахт и Гизельшахт общины и общества накладывается на другую дихотомию, которую Тёнис заимствует у известного юриста Отто фон Гирке. Это дихотомия товарищества господства. Геносеншафт Хершафт. И соответственно отношения могут быть отношения общинные могут быть и товарищескими и господскими, так сказать. Господство по принципу товарищества либо по принципу господства подчинения и те и другие. И общинные и общественные отношения могут быть либо типа товарищества, либо типа господства подчинения. То есть одна дихотомия накладывается на другую. тюнис. подчеркивал, что отдельно община и общество эмпирически нигде не наблюдаются и в каждом социальном целом существуют оба элемента. То есть обращая ваше внимание, он придает своей этой типологии такой аналитический не эволюционистский смысл. Эти понятия собственно обозначают лишь крайние точки между которыми некой шкалы, между которыми располагаются конкретные общества, содержащие в себе в той или иной пропорции элементы и того и другого. вот это вот развлечение общины и общества и положило начало формальной социологии, хотя повторяю, элементы такого этой социологии можно найти уже у Спенсера. Теперь я обращаю внимание еще на некоторые типологии Тенниса. Согласно Теннису община и общество служат основным критерием классификации социальных форм. Вот эти формы социальной жизни или как Теннис их еще называет общественные сущности Теннис делит на три типа. Это общественные отношения социальные группы или совокупности и наконец корпорации или объединения. Первый тип вот эти общественные или социальные отношения имеют субъективный и аффективный характер. Если социальные отношения складываются между более чем двумя индивидами, то эти отношения образуют так называемый социальный круг. а социальный круг в свою очередь это переходная ступень от отношения к группе. Ну а группа в собственном смысле возникает тогда, когда индивиды не просто обладают какими-то сходными чертами, а тогда, когда индивиды сознательно объединяются для достижения какой-нибудь цели. Если имеет место организация, которая предписывает определенным лицам определенные функции, то это уже корпорация или объединение. тюнис 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 одним из первых разработал классификацию форм социологического знания. в частности он делил социологию на общую, которая изучает все виды социальности, в том числе социальность в растительном и животном мирах. И специальные социологии, которые он подразделял на чистую социологию, прикладную социологию и эмпирическую социологию или как он еще ее называл социография. И кстати, со времен Тюниса термин социография в немецкой традиции сохранялся и сохраняется до сих пор социография. Чистая, прикладная и эмпирическая или социография. Чистая социология изучает различные формы социальности. Она в какой-то мере напоминает хонтовское понятие социальной статики. Она изучает, дает статический анализ общества. Прикладная социология близка к контовскому понятию социальной динамики. Она изучает изменения общества и развития. эмпирическая эмпирическая социография исследует факты социальной жизни, прежде всего современной социальной жизни. типологический подход Теннис реализует и при анализе социальных норм. Социальные нормы по Теннису делятся на нормы социального порядка, правовые нормы и нравственные нормы. Три типа норм. Нормы социального порядка, правовые нормы и нравственные нормы. Правовые, ну то есть извините, нормы социального порядка это общие нормы основанные изначально на общем согласии на конвенциях. Правовые нормы исторические возникают из обычаев путем создания формального законодательства. Кстати, Теннису принадлежит известная работа об обычаях, которая так и называется обычаи. И он здесь, кстати, возможно, был предшественником сам его известной работы. И, наконец, нравственные нормы устанавливаются религией или общественным мнением. Все эти типы норм делятся на общинные и общественные, опять-таки. И здесь Теннис опять-таки подчеркивает, что в реальности, так же, как гемайн-шафт и гизель-шафт не существует в чистом виде, так и эти нормы в реальности не встречаются в чистом виде. Все эти типы норм носят идеальный аналитический формальный характер. Я хочу подчеркнуть, что Теннис, тем не менее, указывает некую общую тенденцию социального развития и эта тенденция все же движения от общины к обществу связанная прежде всего с остановлением и развитием рациональности. здесь Теннис выступает и не только в этом пункте, но и в ряде других. Теннис выступает как предшественник Макса Вебера в значительной мере. Хотя Вебер вроде бы антинатуралист, антипозитивист, мы будем еще об этом говорить, тем не менее, именно Теннис, я сейчас еще скажу об этом, подчеркнул впервые, можно сказать, немецкой социологии вот эту тенденцию рационализации как всемирно-историческую тенденцию. При этом я хочу отметить, что Теннис совсем не склонен был воспевать общину и он всячески подчеркивал, был противником романтизации общины, поскольку в то время в Германии, как и в России одновременно община воспевалась как высший тип социальных связей, ну нацисты известно, что для них гемайншафт понятие было очень важным, опять-таки в связи с тем, что они воспевали общину такой тип органических связей и это сочеталось с многими другими элементами нацистской идеологии. Теннис как раз совсем не склонен был к романтизации общины, к ее идеализации и так далее, в отличие от нацистских теоретиков. В целом Теннис подчеркивал три достоинства своей социологической теории. Это объективность, натуралистическую тенденцию подчеркнул как преимущество и, наконец, независимость от ценностей независимость от ценностей и практической социальной деятельности. при этом Теннис выделял также область тем не менее так называемой практической социологии, то есть практической социальной политической деятельности. То есть с одной стороны он требовал отделения науки от политики, но в то же время он считал, что ученый вполне может и должен участвовать в политике, только главное, чтобы он не смешивал эти два жанра в своей деятельности и не выдавал один за другой. И сам он участвовал активно и в социал-демократическом и в рабочем движении, активно выступал за свободу слова, за образование профессиональных союзов и опять-таки против нацистских идей. Он же выступал против искажения своей теории, которые, как я уже говорил, некоторые склонны были интерпретировать в том духе, что геманшафт, условно говоря, это прекрасно, а языкшафт это плохо. Ну и нужно сказать еще несколько слов о методе в целом, о методе Тёниса. тёнис, как я уже говорил, тёнис был рационалистом. Он стремился к логической строгости своих построений и основным методом, как уже ясно из предыдущего, он считал типологический метод. Вот идеализация, конструирование идеальных типов, которые описывают не действительность как таковую, а которые служат понятийными ориентирами в познании социальной действительности. Вот каков главный метод социологии. Тёнис подчеркивал невозможность отождествления конструирования понятий, конструируемых понятий эмпирической действительности. И здесь вы видите, что Тёнис, мы будем говорить об этом, был как раз, несмотря на то, что он из совсем другой пришёл, так сказать, традиции и воплощал другую традицию натуралистическую и позитивистскую, именно он был человеком, который внедрил в социологию понятия идеальных типов, перенеся его из правоведения в социологию до выбора. Тёнис был против философии жизни, против противопоставления наукодухи, так называемых, и наукоприроде. Как я уже говорил, он был сторонником такого научно-методологического монизма. надо сказать, что Тёнис внёс большой вклад и в развитие эмпирической социологии. Он подчёркивал, что метод вот этой самой социографии или эмпирической социологии это прежде всего наблюдение и основанное на нём сравнение. В целом это индуктивный метод. Исходный материал для социографии это статистика. Как официальная, так и собственная статистика исследователя. Сам Тёнис провёл эмпирические исследования получившие широкую известность исследования преступности самоубийств промышленных предприятий деятельности политических партий и здесь он оказал большое влияние не только на немецкую но и на мировую социологию. Если говорить в целом то о значении Тёниса для развития социологического знания нужно отметить что как я уже это сказал он оказал значительное влияние и на идею рационализации у Вебера и на идеально типологические идею идеальных типов у Вебера и метод конструирования идеальных типов он оказал существенное влияние вообще на разработку типологических процедур в социологии и здесь нужно отметить что такие известные направления как формальная социология Леопольда фон Виза в Германии и того же Фирканта которого я упоминал редактора этого самого словаря в котором опубликована статья Тенниса и на Парсенса он оказал определенное влияние и вот в формально дедуктивных теориях социологии в частности Парсенсовской тоже можно видеть существенное влияние Тенниса концепция типов социального действия тоже в значительном мере обязана Теннису и вообще важное значение имело и соединение теории и империи в его работах Теннис оказал существенное влияние и на Дюргеймовскую теорию социальной солидарности и надо сказать что Теннис был знаком с работами Дюргейма так же как и Дюргейм конечно с работами Тенниса и хотя прямо Дюргейм не указывал на влияние Тенниса оно несомненно хотя Дюргейм переворачивает это соотношение механического механических и органических связей у Тенниса но это ничего не значит потому что переворачивание само по себе здесь отнюдь не означает отсутствие влияния ну и вообще концепция механической и органической солидарности у Дюргейма и его представление о коллективном сознании да и исследование самоубийства я думаю тоже обязаны существенно работам Тенниса хотя в рецензии на работу разделения общественного труда Теннис и выразил несогласие с некоторыми положениями Дюргейма тем не менее несомненно он оказал влияние на его работы в целом можно сказать что становление социологии как науки было в значительной мере связано с трудами Тенниса может быть не до конца это осознанно но история социологии еще у нее есть немало в ее распоряжении всякого рода трудов имен и так далее которые она может включить в актуальный научный оборот и Теннис находится в этом в числе таких вот авторов теперь давайте сделаем 10-минутный перерыв а потом поговорим о земле оттенки вот 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 Продолжение следует...